Титу Энтарантула широкой публике известны в первую очередь благодаря фильму «От заката до рассвета», поэтому ленту крутили на всех мониторах музыкального клуба, так что появившийся на сцене лидер группы Титу Ларива будто сошел с экрана. Несмотря на активное участие Тита в культовых фильмах, назвать группу «Тенью Тарантино» было бы несправедливо. Музыканты имеют собственное лицо и звучание. Смесь мексиканских мотивов, блюзовых ритмов и хард-роковых приемов сам Тита Ларива называет музыкой пустыни. Кстати, костяк этой команды составляют девушки. Изначально группа называлась «Титу Энд Фрэндс», потом музыканты решили сменить название на более звучное. Друзья хоть и превратились в тарантулов, отношения сохранили. Ну как с ним работается? Нет времени поспать, нет времени отдохнуть, денег нет, а так все хорошо, очень весело, он очень хороший человек. С Тарантино тоже было весело работать, рассказывает сам Тита. Сцена в стрип-баре, когда группа превратилась в вампиров, запомнилась особенно. Самое забавное, что гитара была из тела Сильвестра Сталлоне, его манекена, которому мы приклеили усы и отрубили конечности. Очень весело было, он, кстати, тяжелый. Нечто подобное публика жаждала увидеть и в Казани, и под конец выступления Титу Энд Тарантулам удалось таки превратить казанский куб в некое подобие бара Титти Твистер из культового фильма с танцовщицей, питоном и текилой. Но это уже совсем другая история. Антон Раиштар, Владимир Ладушкин и Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир». Антон Раиштар, Владимир Ладушкин и Дмитрий Рыженко.